Почему папиной дочке сложно быть счастливой в отношениях? Сегодня мы разберем такую ситуацию, когда женщине очень сложно построить нормальные гармоничные отношения с мужчиной, реализоваться в жизни в профессиональном плане, в каком-то творческом, потому что были определенные проблемы в ее детстве, как известно, многие проблемы идут из детства, в частности во взаимоотношениях с ее отцом. Тема очень интересная, очень эмоционально заряженная, поэтому смотрим. Меня зовут Евгений Мастеев, я психотерапевт-эксперт по отношениям, и сегодня мы разбираем комплекс Электры или вопрос, почему папиной дочке сложно быть счастливой в отношениях. Если эта тема вам нравится, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал и начинаем. Как всегда, вначале немножко теории. Что же такое комплекс Электры? Комплекс Электры это такой комплекс, понятие, которое ввел Юнг, и оно основано на мифе об Электри, о Рейсте. Были такие персонажи в этом мифе, это Клиттем Нестра и Агамемнон, муж и жена, и были у них дети Арест и Электра. И мать этих детей подговорила своего любовника убить отца, и после какого-то времени, когда дети стали взрослыми, Арест под руководством Электры убил свою мать, Клиттем Нестру. В этом мифе, на самом деле, заложены два психологических комплекса, которые встречаются в жизни. Это комплекс Электры и комплекс Ареста. О комплексе Ареста я расскажу, возможно, в других видео, если вам будет интересно. Если вкратце, это ситуация, когда мужчина, кастрируемый своей матерью, уничтожает эту мать, ну, не обязательно физически, и это может быть не только мать, но и вообще любые женские фигуры. То есть это мифологема о том, когда мужчина уничтожает других женщин. Что касаемо комплекса Электры. В психоанализе принято считать, что существуют стадии психосексуального развития, и одна из них, которая длится с 4 до 6 лет, это очень такая важная стадия, Эдиповая она еще называется, Эдипальная. Это стадия, когда ребенок начинает вначале испытывать такое влечение к родителю противоположного пола, и заканчивается эта стадия, как правило, когда происходит табуирование, сустозного влечения к родителю противоположного пола, для девочки это отец, и идентификация себя с родителем своего пола, для девочки это мать. То есть формируется полоролевое поведение девочки, как будущей женщины. Нужно понимать, что вот это вот инсистозное влечение, как это пишется в литературе, это не сексуальное влечение маленького ребенка, по сути, девочки, к своему отцу. В 4-5 лет у ребенка все эмоции смешаны в один такой большой, недифференцированный букет, и инсистозное влечение, на самом деле, это желание заполучить человека, получить его в свое, так сказать, под свой контроль. То есть здесь речь не идет прямо о каком-то сексуальном влечении, которое, естественно, у детей в таком возрасте не выделяется. То есть в норме по истечению этого периода девочка должна понимать, что отец принадлежит матери, а мне нужен в будущем такой же человек, как мой отец, но только не мой отец, а какой-то другой мужчина. То есть таким образом, в принципе, формируется гетеросексуальная половая ориентация, ну, вернее, как закладываются основы для формирования ее в будущем, в пубертатном периоде. Как же формируется, собственно, комплекс электро? Как правило, формируется он в ситуации, когда отец это человек, либо такой исчезающий и отсутствующий. То есть бывает так, что девочка растет в семье, где отца нет, и есть мужчины, которые приходят к матери, то есть какие-то время-тремени появляющиеся. Это может быть отец, который, предположим, какой-то такой исчезающий, он командировочный, или он, скажем, запойный алкоголик, или он имеет другие зависимости. То есть его нет, он вроде бы есть, но он не в контакте. Либо если это, скажем, эмоционально холодный какой-то мужчина, может быть психопат, или просто какой-то такой карьерист, который не вовлечен в воспитание своей дочери. В такой ситуации девочке не хватает отца, и все то время, когда она все-таки имеет возможность получить себе папу, она проводит это время с большим таким тщанием. Это приводит к тому, что в то время, когда отца нет, девочка идеализирует образ отца, поскольку любой ребенок любит своих родителей, или любая девочка любит своего отца, а когда его очень мало, то она очень много думает о нем, поскольку то, что желанно, но чего нет, формирует определенную доминанту, такой очаг возбуждения. И девочка начинает идеализировать отца. Что же происходит дальше? В любых отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть конфликтный фон. И в ситуации, когда у отца и матери возникают какие-то легкие конфликты, девочка всегда рьяно становится на сторону отца, таким образом она противопоставляет себя матери. То есть очень часто формируется драматический треугольник, когда, скажем, отец пришел слишком поздно, мать начинает, жена его, начинает отчитывать его, почему ты пришел поздно, мы договорились, что ты пришел раньше, выдели время детям и так далее. И девочка подходит и начинает, защищая отца, агрессивно как-то вести себя по отношению к матери, ну, как ребенок может, конечно, себя вести. В такой ситуации что происходит? Отношения у матери и дочери начинают ухудшаться. Мать начинает отдаляться от дочери, поскольку она эмоционально не видит поддержки, и вот ребенок, который таким образом себя ведет, вызывает противоречивые чувства у женщины. Как правило, женщина имеет такое убеждение, что я мать, а раз я мать, я должна, безусловно, любить своих детей. И в ситуации, когда ребенок ведет себя агрессивно, возникают смешанные чувства у женщины. То есть, вроде бы я должна ее любить, но она сейчас меня как-то раздражает. И вот эти смешанные чувства, они приводят к тому, что женщина просто холодно отдаляется от своей дочери. Другая ситуация, это ситуация тоже очень распространенная, когда какая-то дисфункциональная семья, знаете, там такая советская, когда мужчина и женщина женились, потому что им нужно было там какие-то жилищные вопросы свои решить. Они не находятся в контакте, то есть, они даже не ссорятся. И отец горячо любит свою дочку, дочка ему в определенном смысле вообще не заменяет женщину, насколько это возможно, то есть, в таком, в плане душевной близости. Естественно, что дочь чувствует эту любовь отца, она еще больше его идеализирует, и, соответственно, еще больше возрастает конфронтация с матерью. В результате вот такого ситуации эдипальный период девочка проживает несколько искаженно. То есть, во-первых, не возникает табуирования, инцестозного влечения к отцу, поскольку отец все еще является очень важной, очень такой горячо желанной фигурой для девочки. С другой стороны, идентификация себя с родителем своего пола, то есть, с матерью происходит, но мать является таким, что ли, отрицательным персонажем. То есть, понимаете, идентификация себя с отрицательным персонажем приводит к тому, что в подростковом, юношеском возрасте у девушки есть неосознанное убеждение, что женщины все не очень хороши, а вся сила, весь контроль, вся власть лежит в руках мужчин. Кроме того, поскольку у женщины есть идеализированный образ мужчины, она ищет себе такого мужчину, который был бы, ну, обладал бы таким размахом, каким для 4-летней девочки отрицательным персонажем. То есть, мало того, что, в принципе, родители для детей являются такими богоподобными фигурами, здесь была еще и идеализация. Ну и, кроме того, это уже не девочка, это женщина, и, соответственно, мужчина таких, личность таких размахов, настолько удовлетворяющая ее ожидания, это просто утопия. Что же происходит в такой ситуации? Как правило, женщины в такой ситуации не могут завязать какие-то крепкие отношения, поскольку мужчины постоянно ими обесцениваются, поскольку обесценивание всегда следует за идеализацией. То есть, если мужчина начинает как-то вот интересоваться женщиной, и женщина на первый взгляд вроде бы тоже им интересуется, она сразу вкладывает, проецирует ему те черты, которые бы она хотела в нем видеть, как вот в таком великом отце, и после, естественно, оказывается, что реальность показывает, что ничего идеального не бывает, наступает обесценивание. Кроме того, то у таких девушек обычно, у таких женщин, ранее девушек, ранее девочек, обычно очень развита мечтательность и фантазийность. То есть, это женщины, которые скорее будут мечтать и представлять себе образ мужчины, как они в детстве мечтали и представляли себе образ отца, чем совершать какие-то действия, направленные на сближение с мужчинами, на пользу того самого мужчины, поскольку маленькая девочка не могла никак сделать так, чтобы отец пришел ее, когда его не было дома, чтобы он как-то протрезвел и начал с ней общаться, чтобы он проявился. Такая девочка не могла видеть, когда отец тепло разговаривает с матерью, поскольку они с матерью постоянно ссорились и просто друг с другом не разговаривали. Самое интересное, что совершенно не обязательно, чтобы в такой вот ситуации, когда существует комплекс электро, у женщины были какие-то теплые, близкие отношения с ее действительным реальным отцом, то есть с человеком, а не с образом. Что же делать с этим комплексом электро, как его перепрожить, чтобы все-таки построить гармоничные отношения с мужчиной, чтобы вести себя зрело. Дело в том, что, как я уже сказал, тут очень важно пережить, прожить ту часть жизни, которая была не прожита, и вот женщина остается девочкой в определенных таких вот эмоциональных каких-то категориях. Первое, что нужно сделать, это нужно проститься со своим отцом, то есть нужно понимать, что ваш отец, это взрослый человек, так же, как и вы, взрослый человек. Наклонный контакт, ребенок-родитель, изменился на пологий контакт, то есть, ну, в русском языке так устроено, что отец называет свою дочь дочерью, даже если она взрослая, и дочь называет отца отцом, даже если он, когда она уже выросла. Но это же все-таки отличается от того, когда маленький ребенок называет родителя отец, и отец называет ребенка дочь. То есть, вот, чтобы вот это изменение произошло. Второе, нужно перестать идеализировать отца, и вот этот расщепленный образ, идеальный отец, реальный человек, нужно собрать в единое, чтобы ваше отношение к вашему отцу стало более целостным. Для этого могут помочь такие вещи, как написание биографии вашего отца, субъективно, то есть, по вашим воспоминаниям, как вы это помните. Либо вы можете написать историю ваших взаимодействий. То есть, пишите первые воспоминания, когда вы помните своего папу первый раз, что вы помните, это могут быть какие-то обрывочные воспоминания, и дальше расписывайте это дальше, дальше, дальше. И вот такая работа с бумагой, она очень благотворно работает. Следующая очень важная вещь, это необходимо разблокировать своего анимуса. Анимус – это мужская часть женской души. Дело в том, что девочка, которая постоянно ждет идеального такого отца, она, конечно же, такая вот девочка-дочечка, она ждет, что папа придет, и он решит все ее вопросы. Как правило, такие девочки, такие женщины, будучи девочками внутри, у них хорошо развита фантазийность, творческие какие-то вещи, но им очень сложно ставить себе цели, что-то планировать, сложно как-то прагматически рассчитывать. Такую ситуацию нужно просто взять и по типу такого тренинга, практикума развивать в себе способности прагматически как-то смотреть на жизнь. Дело в том, что женщина отличается от девочки тем, что женщина может позволить себе быть сильной, быть слабой, просить о помощи, помогать кому-то. Она может позволить себе быть красивой, она может позволить себе быть блистательной, она может позволить себе быть просто, ну вот, я сегодня у меня выходной, я ничего с собой не делаю, то есть позволить себе быть пластичным и разным. Так вот, формирование собственной женственности, ну вопрос очень сложный, вопрос, который не для одного видео, также позволяет выйти из вот этого вот такого маленьких рамок поведения девочки, вот этого комплекса электро. Конечно, нужно сказать, что не всегда это существование этого комплекса электро требует какой-то глубокой корректировки, потому что бывает так, что женщины оказываются счастливы в отношениях с мужчиной, где у них формируются такие отношения папочка-дочечка, то есть такое сплошь и рядом. Но если вам это не нравится, я ведь видео для кого записываю, для людей, которые задумались о том, что с ними происходит, и им хочется что-то изменить, то в этом случае это видео будет вам полезным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли было бы вам послушать о комплексе ареста. Ареста, еще раз напомню, это комплекс, когда мужчина, кастрируемый матерью символически, уничтожает свою мать или других женщин. Опять же, это все символически. Это такая достаточно, возможно, узкоспецифическая, но интересная тема, которая проливает свет на поведение мужчин. Вообще, у меня на канале очень много видео, где я рассказываю, говорю женщинам о женском поведении, женщинам о мужском поведении, где я разбираю женщин. И многие такие, знаете, диванные любители справедливости говорят мне, а вот напишите, запишите видео про мужчин. Почему все про женщин, да про женщин. Дело в том, что мужские темы более сложны, поскольку они более немые. О многих темах, касаемых мужчин, сами мужчины не говорят, женщины об этом тоже не говорят. И все это замешано еще, знаете, на большом количестве такого стыда и табу. То есть, вот тема комплекса реста, это как раз-таки одна из мужских тем. Поэтому я запишу это видео, только если я пойму, что есть достаточно большое количество интереса. Ну, вот если, например, много лайков будет под этим видео. На этом все. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.